Я еще, когда первый раз услышала, я говорю, вы что? Вы же здоровые все. Какой сбор! Это что, я сейчас буду деньги просить? Осознанная любовь к танцам появилась лет с 12. Хотя при этом я помню, что в садике мы тоже делали какой-то танцевальный номер. И, наверное, я не прошла кастинг. Там были пчелки, как сейчас помню. И меня не было в этом танце. И я наблюдала со стороны, как все девчонки покупают эти колготки. И они так складывают это в свои шкафчики. Думаю, почему я не пчелка? Вот это я очень хорошо помню. Но кто-то заболел. И в итоге все-таки танец пчелки состоялся в моем исполнении. По-моему, да. Но при этом тогда моей маме сказали, что... Ну, знаете, ваша девочка никогда танцевать не будет. Вот это сказала одна педагога, которая тогда была в садике. Вот так что большой привет. Потому что танцевать я все-таки стала. А вот в 12 лет случился такой уже как бы большой эмоциональный у меня, как сказать, момент, когда в честь начала нового учебного года, 1 сентября, в Даугу в Пелси вот это вот было на площади какое-то там, не знаю, торжество. И всякие коллективы из домов творчества показывали свои номера. И я увидела, как танцуют, ну, не пчелки, но что-то похожее. Девчонки танцевали. И я такая, вау, как это круто. И мне тогда одноклассница сказала, ну, все, пошли к ним. Я такая, пойдем. Вот. Ну, одноклассница как бы слилась через месяца-два, а я как-то, да, осталась. Вот. И там все, там уже любовь. Осознанно поняла, наверное, уже когда школу заканчивала. Потому что уже тогда ты делаешь выбор. Либо это остается твоим хобби, либо ты как бы уже идешь дальше. Просто и до этого возраста, мне кажется, в танцевальной среде, как бы профессионально заниматься танцами, наверное, могут только танцоры, которые танцуют в парах, да. Бально-спортивные танцы. То, что... А, или балет, кстати, да. Потому что так же балетные школы, да, они набирают уже учеников с малого возраста. И у них как вот колледж есть, школа балетная. А поскольку я танцевала что-то из разряда, наверное, шоу-дэнс. А потом хип-хоп. И как бы ты... Ну, наверное, нету такой вот уже отдельной части, где ты можешь быть профессионалом в этих стилях. Хотя при этом танцевала я много. И мы на конкурсах катались. Вот, как бы тоже назвать это прям хобби я не могла. Потому что тогда, уже тогда мы танцевали много, мы танцевали каждый день. Опять же, потому что я на два коллектива работала уже потом. Работала, нет. Танцевала. Танцевала. Вот, но все равно, как бы, если смотреть так, так смотреть, как бы, взглядом человека, который особо, ну, смотрит со стороны, то, да, наверное, когда школу закончила, пошла в колледж культуры, уже непосредственно под направлением вот танцевальным. Наверное, это был педагог танца. Да, мы учились на педагога танца. Как-то так это называлось. А потом уже Академия культуры. Там тоже название очень общее, но связано все с танцами, с физикой, с телом. Вот. Я всегда как-то работала по профессии. Вот не было у меня в жизни случая, когда мне нужно было делать что-то другое. И мне что-то подсказывает, что я и не смогу. Потому что я искренне вообще поражаюсь девушкам, которые сидят на кассе. И вот это каждый день, ну, в течение нескольких часов. Ну, это прям вау для меня. Мне кажется, я бы так не смогла. Для меня в зале потанцевать, взять несколько групп гораздо проще. Как приехала учиться, я сразу пошла танцевать в клуб. Я танцевала в ночном клубе. Вот. Еще одно, так сказать, у меня окошечко открылось стилей. Да и вообще, опять же, социализация. Потому что люди, конечно же, совсем другие. И обстоятельства другие. И как-то деньги всегда зарабатывались сами. Я не могу сказать, что легко. Но из-за того, что ты делаешь то, что ты любишь, нету такой тяжести. И как бы не могу говорить о том, что вот... Ну, не могу я сказать, что было тяжело в этом смысле. Я просто любила танцевать. Я танцевала много. И старалась искать возможности, где я могу быть полезной. Вот, и все. Тоже работы-то могут быть абсолютно разные. Да, от танцовщицы Гоу-Гоу до педагога, который работает с детьми. Потом съемки в клипах. Вообще другое. Ну, то есть ты везде как бы вроде и танцуешь, Ну, это все такие разные роли. И мне этого хватает. Ну, как бы класс. Да, бывало и такое, что приходилось ночку отработать в клубе, а потом идти преподавать урок детям, подросткам. Причем бывали случаи, когда ты видишь, что родитель, который приводит ребенка, он также с тобой в клубе пересекался этой ночью. Но ничего постыдного в этом не вижу. Ничего страшного, кроме как усталости. Потому что все-таки это был период сложный. И он еще совпал с моей учебой. Ну, немножко я совсем поучилась. И продолжала в клубе работать. Это, наверное, был год. Когда я уже про академию говорю, то есть изначально работала в клубе. Если с колледжем это еще можно было совмещать, то с учебой в академии уже было сложно. Мне кажется, я год или даже меньше отработала в таком режиме. И поняла, что ну нет. Никак. Тем более учеба была и на выходных тоже. Если бы еще как бы можно было поспать днем, тогда да. А приходилось бежать на урок классики. Ну и понятное дело, что тело уже не тянуло. И пошла я учиться тоже не... Мне уже было не 18. Сколько мне было? Где-то 25, наверное. А потом уже как-то все очень гармонично само шло. После академии уже мне хотелось... Хотелось детей. Очень. Может, поэтому и биться об стены не хотелось. Потому что уже чувствовала, что мне как бы вот это... Тело еще сейчас пригодится. И как-то, да, закончила. Я сразу вышла замуж. И родила дочку. Как раз наступил, мне кажется, ковид. И это замечательно совпало с моим декретом. Я могла без любых грузений совести просто отдаться младенцам. И меня никак не колышло, что я там пропускаю что-то. Потому что, ну, как бы и не было ничего. И занятий не было. Вот. Ну, а потом все как-то гармонично. Уже дочка подросла. Амбиции мои тоже уже как бы подросли. Мне хотелось вернуться. Хотелось танцевать, преподавать. Хотелось ставить. Поэтому рождалось много проектов. И которые по сей день есть. Рождалось. Вот родилась студия White Sox. Тоже не могу назвать прям студии. Это зал, в который я могу всегда прийти. И всегда поставить, сделать все, что мне надо. И вот это здорово. Вот этого места мне как раз не хватало. Мне не хватало какого-то пространства, которое будет сделано под тебя. Где ты можешь привести танцоров в воскресенье. Или в любой другой день. И у тебя нет вот этого лимита, что, а, ваш час закончился. Давайте освобождайте зал. Как бы мы можем туда прийти и зависнуть. И зависнуть надолго, пока не родится что-то такое этакое. Я вижу, как некоторые прям мучаются. Я не мучаюсь. Я же хочу это делать. Мы встречаемся просто потому, что мы хотим. Не потому, что у нас есть какой-то заказчик, который говорит, так, вам нужно придумать танец снежинок к 25-му числу. Вот ваш бюджет. Пошутила. Но часто такое бывает. Нет, у нас бывает такое в основном, что распирает. Ты как бы, а, надо сделать вот это. И ты пишешь там в чат таких же вот, как ты. И они такие, да, давайте. Вот когда вы можете прийти. Все такие. Ну, у меня там группы до 10-ти, у меня до 9-ти. Вот, значит, в 10 вечера встречаемся. И вот начинается вот это вот волшебство. Поставь руку так, выверни вот так. А если ты закрутишь туда, а потом выйди сам вот сюда. Вот это вот. Ну и все, там уже не остановиться. Раньше, наверное, были какие-то творческие кризисы. Но, наверное, из-за того, что как раз-таки тебе нужно было много чего делать, да, там, во времена учебы или были времена, когда постоянно просили какие-то шоу такие ставить. И им не надо было, чтобы это шоу было какое-то супер вычищенное, да. Ну, поставьте что-нибудь там, вот там, на День святого Валентина, вот это вот. Ну, вот вам сердца, вот вам стрелы. Ну, сделайте. И в такие моменты ты как бы делаешь не на качество, на количество. И времени нету. Это отнимает очень много времени, как я поняла. И вот тогда, наверное, бывает такое, что ты такой, так, что еще ставить? И ты уже немножко начинаешь так мыслить. Поэтому в такой момент, я помню, я отказалась от многих работ, которые были энергозатратные, но при этом они ничего не отдавали эмоционально. Ты как бы, у тебя много групп, ты особо результата не видишь, потому что, ну, что-то там час с ними позанимался в неделю. И, ну, не видишь результата. А тем временем у тебя таких пять групп подряд. Плюс еще вот такие вот шоу-однодневки, и ты не успеваешь нигде вдохновляться. Поэтому я это так убрала, оставила только то, что мне надо, то, что мне приносит удовольствие. И где я действительно вижу классный результат, на который ты со стороны посмотришь через много лет, такой, классно сделала. Не стыдно, таких немного работ, но такие есть. Одна из таких работ ведет нас дорогой в Лос-Анджелес, да. Уже как бы мы на полпути. Мы в этом году с одной моей командой сделали классный номер. Наверное, это номер, да. Кто-то называет шоу. Три минуты, где мы интенсивно танцуем, изображая синхронисток. Вот этот номер как-то в этом году много трофеев получил. И получил заодно приглашение поехать на большой-большой мировой конкурс World of Dance, который состоится уже в июле, вот, в Лос-Анджелесе. И мы очень хотим туда попасть, потому что хотим посмотреть вообще, что там, как это происходит. Ну, это интересно, это опыт. Не говорю уже там о первом месте, да, или там гран-при. А все-таки там много команд, они большие, все профессионалы. Наша команда состоит из профессионалов, да. Но при этом есть девушки, которые работают где-то в офисе, и вот приходят потанцевать ко мне. Но их затянуло, да, их затянуло. Они уже танцуют давно у меня. И сама группа House of Bakes, она такая моя душна. Потому что вот они танцуют то, что вот прям вот хочу давать. Вот я им даю. Без каких-либо рамок. Вот сейчас хочу так. Например, музыка вообще. Я ехала в одну студию, там, по-моему, в Юрмале где-то. Преподавала летом в прошлом году. И я ехала в машине, и такое солнце светит. И у меня играла... Играла одна песня. Drum and Breeze вообще. И мне так было классно. Я такая, какая песня. Вот она прям заряжает на жизнь. Хотя, ну, слушаю абсолютно разные классики до вообще всё. И вот именно из-за музыки я такая, вот надо сделать, вот послушаю ещё, потом ещё, ещё, ещё. И думаю, всё, нет, это топ. Это надо. Просто опять же, есть разные форматы. И я уже понимала, что для этого формата вот именно этот трек вот зайдёт. И всё будет здорово. Ну и всё, вот мы сделали номер. И вот с ним нас уже пригласили. Но дорого, конечно же. Нету поддержки никакой особо. Да, свои вот ручки-ножки могу потанцевать. И поскольку группа 10 человек, это довольно накладно. Мы считали, посчитали, что это прям там 25 тысяч. Ага. Причём выиграть можно 5. Да, класс. Ну, как есть. Вот такая вот она танцевальная среда. И вот мы решили, что надо как-то нам, наверное, заявить о себе. Социальные сети свои развивать, чтобы мы были на виду, чтобы нас могли приглашать, чтобы мы могли параллельно ещё где-то заработать себе на поездку. Потому что не у всех есть финансы, чтобы вот так вот взять и оплатить себе поездку, которая состоится уже через 2 месяца. Дополнительно к этому мои девчонки ещё сказали, что надо открыть сбор донатов. Я ещё, когда первый раз услышала, говорю, вы что? Вы же здоровые все. Какой сбор? А потом мы как-то поняли, что правда, наверное, почему бы и нет. При этом мы не рассчитываем, что там сейчас каждый житель Латвии нам скинет пациенту. Нет, нам абсолютно достаточно, если там родственник, друг родственникова, родственникова, родственника, потом знакомые, знакомые, знакомого, или там мой бывший ученик, да, что-то там скинет, просто как, ну не то чтобы благодарность, но, ой, я её знаю, я с ней танцевал. Ой, она мне вообще танцевала танец на выпускном, бесплатно. Да, вот почему бы не скинуть там денежку? Тем более, а это так, кстати, и происходит. Вот там родственники, там даже, например, мой дядя Коля, пенсионер из Даугавпилса, да, он говорит, я так хочу вас поддержать, и вот даёт денежку. Привет, дядя Коля. И всё, и вот если с этой точки зрения так посмотреть на это, вполне себе не стыдно, потому что, если честно, поначалу я немножко так кринжовал, ну, немножко мне было неуютно, как бы, это что, я сейчас буду деньги просить? А потом, потом посмотрел с другой стороны, плюс меня немножко подуспокоили, некоторые сказали, ты что, ты же, наоборот, даёшь шанс человеку прикоснуться к искусству. Сложно танцору именно, наверное, найти себе применение. Вообще, всё-таки, тело, оно тоже не вечное, хотя при этом у меня есть примеры в жизни, где люди танцуют каждый день, и последний день тоже. Поэтому сложный вопрос. Вот мне повезло, да, у меня как-то работа сама меня находила, и мне нравится и преподавать в том количестве, в котором я сейчас преподаю, да, я не говорю про 50 групп, когда ты просто с утра до ночи, ты уже там не разбираешься, сколько у тебя там, 5 Софий в этой группе, здесь 10 Кириллов, и ты такой, так это, всё, ты уже там плывёшь, там уже нету никакого разговора о творчестве, как мне кажется. Но это моё, да. А когда у меня есть несколько групп, при этом у меня есть такие моменты, когда я могу забавиться в зале с танцорами, что-то сделать, плюс ещё сделать какой-то отдельный проект, где мы и без любой поддержки сами можем принести подесты, принести танцевальный пол, заклеить его, сделать сценографию, сами ещё там станцуем, сами потом это всё уберём, отнесём. Так что, ну, наверное, от человека тоже зависит. То есть вот, как-то я сама, как рыбка, туда-сюда и фильтрую немножко. Поэтому не могу сказать, что там я голодаю, нет у меня работы, и никому я не нужна, я нужна. Ну да, танец до конца жизни, конечно. А как ещё? А уже никак. Уже не потанцуешь два дня, уже такой, ау, что это у меня там заболело? Уже болит, когда не танцуешь. То есть когда танцуешь, как-то ты всё время в тонусе каком-то. Да, хотя я говорю, не могу назвать себя каким-то там танцором с большой буквы, хотя всё впереди, да, но всё равно больше, наверное, уже к хореографии иду. Но при этом пока двигаешься, живёшь, хочется мне поставить, не знаю, даже спектакль или это всё-таки не спектакль будет. Какая-то это должна быть работа, которая как бы будет ассоциироваться со мной, может быть, не одна. И, скорее всего, хочется, чтобы это было не локально, а где-то там в Париже. Вот, я даже такая думаю, как-то надо французский выучить, вот тянет меня туда, что-то мне хочется там поставить. Я думаю, а как я без языка? Ну что я приду? Ну, язык-тела одно, но надо как-то договориться. Но при этом мне хочется, чтобы я была в семье тоже, чтобы не было такого, что вот там я такая звезда. Ну, ты же понимаешь, что за этим стоит, то, что ты дома особо не появляешься. Поэтому хочется в балансе с собой, с семейными какими-то отношениями, чтобы выстроилась моя карьера так, чтобы не стыдных продуктов, таких, которыми я гордилась бы, было бы много. Вот, ну и чтобы и дети, и муж, и все мои родственники, и дядя Коля были рядом. Ну, наверное, вот этот вот баланс, когда ты с семьей, и когда ты можешь что-то делать, творить, то, что тебе нравится. Вот и все. Когда ты одной ногой в танцевальном зале, другой ногой ты дома. И если честно, я только совсем недавно встала вот на этот скейтборд, да, и вот я правда чувствую себя, что я вот все очень правильно сделала. Именно тогда, когда отказалась от большого количества работ, которые не приносили мне столько радости, уже немножко замыливалось вот это вот чувство времени. И я понимала, что вот там меня мало в семье. Ну вот, и когда я как бы это все так сбалансировала, вот тогда счастье пришло в полной его мере. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok